всем привет в данном видео я вам расскажу почему у меня были проблемы с потерей файлов на ssd диске в общем проблема случилась нежданно причем самое интересное она усугублялась с каждым днем с каждым днем проблема была в том плане что любое приложение которое я устанавливал она начинала терять через какое-то время свои файлы причем у данного ssd шника время наработки составила всего лишь около года и потери от емкости ну то есть в процентном соотношении получается всего лишь три процента от всей возможности жизни данного ssd да я честно говоря не предполагал но проблема возникала постепенно и постепенно она обострялась то есть с каждым обновлением программное обеспечение железо получалось все больше файлов терялось и все проблемы было запустить какое-нибудь приложение то есть редактор какую-нибудь программу для просмотра видео какую-нибудь игру то есть файлы терялись причем самое интересное файлы терялись не просто на ssd да но и на тех же жестких дисках которые были подключены параллельно в систему я честно говоря первый раз столкнулся с подобной проблемой но хорошо что я все-таки не оставил без внимания эту тему может быть кому-то будет полезно а докопался до сути и благо собирая другие компьютеры у меня была возможность подкинуть железо чтобы проверить все варианты и на корню так скажем прийти к тому из-за чего это сразу скажу что проблема первая крылась именно не поверите но в блоке питания у которого по линии 33 вольта напряжение падала под нагрузками определенными до напряжения 31 я вообще не понимаю как даже в ждущем режиме при работе вентиляторов периодически до в ждущем режиме вентилятор начинает то сильнее то слабее крутится да то есть когда мы запускаем приложение там немножко нагрузка возрастает и в этот момент напряжение 33 вольта проседала до 31 32 то есть 3.1 3.12 так будет более точнее и в этом исполнении через какое-то время какая-то программа отказывалась запускаться это можно было понять при перезагрузке системного блока то есть вы устанавливаете какую-нибудь приложение которое у вас все прекрасно работает вы выключаете компьютер либо перезагружаете при очередной загрузке программное освещение операционной системы у вас происходит сбой в том плане что программу ругается если она в автозагрузке стоит что файла отсутствует запуститься не могу и вы ничего не сможете сделать данной программы только если ее не переустановите либо ее полностью не удалите и заново не переустановите то есть таким чудесным образом получалось что чтобы воспользоваться любым приложением которое ставилось до определенного момента или вернее после определенного момента до определенного момента они все работали почему-то после определенного момента все программы накрывались после выключения компьютера когда вы немножко подождали или после перезагрузки часть программ которые после определенного момента устанавливалась они начинают слетать и таким чудесным образом получается что якобы создание исправим при этом все тесты ssd показывает что он в зеленой зоне он новый он в идеальном состоянии проблем и ошибок критических нету но файлы тем не менее теряются на ssd шники в первую очередь на жестких дисках вторую очередь самое интересное еще если проверить по тестам на скорость то скорости какие-то не постоянные то есть они периодически плавают то выше то ниже то где-то по серединке то как должны быть то есть тоже скорости непредсказуемы при этом при тестах тоже напряжение может проваливаться до 309 и если мультиметр мы подключаем по линии 33 вольта особенно ту колодку которая подключается на непосредственно к материнской плате они брать напряжение со стороны жесткого диска то мы с вами можем разглядеть что напряжение весьма нестабильная то есть она прыгает скачет но опять-таки на своем мультиметре это увидел и таким чудесным образом я пришел к выводу что скорее всего в какой-то промежуток времени просто не хватает мощности для питания материнской плате по уши не 33 вольта связи с чем происходит сбой но приобретая нормальный блок питания под другой системный блок я решил это проверить чтобы быть точно уверенным и лишний раз не лезть блок питания его как-то модернизировать я увидел что вроде бы поначалу все было прекрасно и проблем тоже не было но через какой-то промежуток времени проблемы пошли при этом на шине 3 3 вольта напряжение было стабильно 3 3 3 4 вольта то есть что даже очень даже весьма хорошо все остальные питания тоже были в норме то есть 5 вольт это 5 с чем-то 12 вольт это 12 чем-то 12 минус это 12 минус чем-то то есть все прекрасно и удивительно тем не менее поначалу сбоев не было после переустановки операционной системы но со временем опять эти сбои пришли то есть удаление файлов и определенной программы поставить нельзя после чего случайно где-то как-то каким-то чудесным образом человек писал про то что такой же процесса как у меня 2700 x под каком-то под каким-то биосом ведет себя не адекватно у меня было предположение что ну другого варианта нет либо ssd шник сдох до либо все-таки проблема с биосом и вы знаете был такой вариант что у меня был ssd шник я его подкинул и все было прекрасно тоже около дня проработал но потом начали файлы теряться я понял что осталось только одну как и там человек сказал но него там другие проблемы были со скоростью из стабильностью непосредственно программ то есть работал 2700 x не на полной скорости и он советовал откатиться до ревизии биоса у меня материнская плата а срок b450 pro 4 ревизия 10 и вот он советовал именно на этой ревизии откатиться биосом непосредственно но на версию раньше то есть у меня была загружена последняя версия биоса со всеми исправлениями со всеми этими я предположил что проблема началась когда 500 серию вернее пятитысячную серию процессоров начали адаптировать под эту материнскую плату и скорее всего там что-то пошло не так в общем я нашел биоса версия 340 чем-то 345 или 346 я точно уже не помню та которая еще не поддерживала пятитысячную серию я ее залил то есть последняя которая поддерживала 2700 x но еще не поддерживала пятитысячную в полной мере с исправленными ошибками безопасности и что вы думаете все прекрасно заработала операционная система начала загружаться именно так же как и было до этого в общем таким чудесным образом все вернулось как и было раньше до того как я перепрошивал bios и таким чудесным образом я стал нормально работать на компе программы не вылетает ничего не теряется и при этом заработали стабильно жесткие диски у меня жесткие диски сидит зеленой серии я потом может быть отдельно в будущем запишу у них тоже была проблема с тем что они периодически нормально не читались но они не читались точно из-за того что с проблема была с блоком питания непосредственно по шине 33 вольта то есть им питание по 33 не хватало отсюда проблемам было и у сегейтов так что вот такие дела надеюсь данная информация кому-то поможет на этом игры пока всем до новых встреч